всем привет с вами ольга чернова моя огородная звука сегодня все также 6 сентября я вот только что рассказывала о достоинствах сорта добарао добарао золотой и добарао розовый сейчас я выбрала с них со всех семена все еще занимаюсь заготовкой семян и я уже сказала что эти томаты я буду делать запеченными но как раз вот в процессе приготовления есть прекрасная возможность продегустировать эти томаты сейчас вам покажу как они выглядят в серединке и расскажу немного о них я вот сейчас попробовала томаты конечно сладкие потому что они у нас нынче лето жаркое солнечное все но все-таки вот золотой добарао он по вкусу ну намного сладше чем красный красный немножко не такой но желтые все вы знаете желтая не всегда желтая оранжевая не более сладкие на что еще при дегустации нужно обратить внимание смотрите какие толстенные у них вот эти стенки иногда некоторые томаты разрежешь у него прям тоненькая стеночка остальное все семена здесь наоборот семян не очень много а вот эти стенки они очень толстые и поэтому томат он кажется таким плотным когда его берешь в руку вот перед этим когда целые я брала я говорила что они прям плотненькие видите какой можно сказать как толстошкурой вот это вот прослойка очень толстая это очень хорошее качество для консервирования и плотная шкурка и вот это вот толстая прослойка между семенами и шкуркой она позволяет томату держать форму и поэтому они не растекаются не расплывают но про вкус я уже сказала от золотого оторваться невозможно он прям сладкий этот чуть-чуть у этого кислинки нет но сладость как-то менее выражена если бы я его пробовала один без вот этого добарао золотого возможно он мне показался вам сладким его когда пробуешь да кислинки нет сладкий прекрасно все но после него когда попробуешь добарао ну это вообще прям сладость зашкаливает да этот более сладкий но повторюсь оба томата сладкие приятные на вкус единственный недостаток при поедании в свежем виде это вот эта плотная шкурка когда начинаешь кушать томат она почти не жуется и хочется выплюнуть и вот поэтому при как сказать при свежем употреблении это недостаток и зато это большое достоинство при консервировании вот при запекании при зимнем хранении эта шкурка толстая прочная такая она позволяет долго сохраняться томату он не портится не сохнет держит форму в консервации но на этом все это добарао золотой добарао розовый моем каталоге номер 236 237 есть еще 120 номер добарао черный ну того плоды сладкие даже более сладкие но он поменьше у него нет вот такой вот здоровый мясистый как прослойки он больше подходит для вяления но и для консервирования конечно тоже ну и для вяления дети добарао черный едят просто как вместо ягодок все до свидания